Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Торецк на грани. Почему городу грозит техногенная катастрофа? Креативная декоммунизация. Как Ленин превратился в Гетмана в войско Запорожского? Обама-Хук. Что за цифровой сюрприз? Барак Обама оставил российским спецслужбам, покидая Белый дом. Псевдоперемирие. Договоренность о хлебном затишье, достигнутая в Минске, продолжает нарушаться со стороны так называемых ЛНР и ДНР. Все детали минувших суток в зоне АТО узнаем от Геннадия Вивденко. За минувшие сутки двое украинских военных погибли, подорвавшись на мине. Трое ранены. Стало известно о попытке боевиков прорваться в районе поселка Желобок на Бахмутской трассе. Кукушка частенько подвергается обстрелам. Мы уже тоже свои выходы придумываем. Пытаемся установить что-то вроде перекрытия на случай обстрела. Противник вновь пытался прорваться в районе поселка Желобок возле Бахмутской трассы, как раз накануне хлебного перемирия в субботу. Сначала открыл огонь из крупнокалиберной артиллерии. Около сотни попаданий по украинским позициям. Однако перекрестным огнем с господствующих высот удалось отбить атаку. Сейчас нас просто держат в напряжении. Ночью намного тяжелее спать, потому что ближе к 10-9 начинаются обстрелы. Украинская разведка подтверждает, что не менее трех боевиков убиты. С нашей стороны в ходе боя потерь нет. На данный момент пытаются они не шевелиться, потому что позиция у них уже отсвеченная. Не знаю, насколько у них там еще наглости хватит. Также сегодня в районе Трехизбинки в Луганской области силами 93-й мехбригады ликвидирована диверсионная группа противника. Четверо боевиков захвачены в плен, двое убиты. Среди них командир гражданин Российской Федерации. На Донецком направлении враг вновь бил из запрещенных минометов. Продолжаются обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. А сюда у нас прилеты шли регулярно. Напряжение не уменьшается ни в Луганской, ни в Донецкой области. Украинские войска до последнего стараются не отвечать на провокации. Працуют представители ОБСЕ относительно затишек. Может, деколи прилетит. Представители ОБСЕ поедут, сутинки, темная пора дубы. Не выключено, что прийдут снова танки. Не выключено, что начнет працювать ворожий миномет на батарее. Зново доведется нашим бойцам ховаться по блендажах. Так называемое хлебное перемирие начато с нуля часов минувшей субботы. Это уже второе предложение украинской стороны за месяц. Минувшее было датировано еще 1 июня. Техногенная катастрофа грозит городу Торецк. В Донецкой области об этом заявили представители украинской стороны в совместном центре контроля и координации прекращения огня. Что привело к таким последствиям, разбирались мои коллеги. Одни из старейших шахт Донбасса, Артема и Южная, которые уже больше года не работают, заливают водой. Из-за обстрелов боевиков существенно поврежден водопровод «Горловка-Торецкая». Ежедневно около 15 тысяч кубометров воды затапливают шахты, а на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий. Это может привести к взрывам и отравлению людей. В городе введен жесткий график подачи воды по 2 часа в сутки. В любой момент в Торецке может разразиться эпидемия инфекционных заболеваний. Подобная критическая ситуация с водоснабжением сложилась и в остальной части Донецкой области. По данным Министерства временно оккупированных территорий, с февраля из-за постоянных обстрелов со стороны неподконтрольных Украине территорий Южно-Донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях. Исправна только одна из двух веток. Обследовать и отремонтировать водопровод можно за 2-3 дня. Однако боевики не дают гарантии безопасности на время выполнения ремонта. К миру в Украине призвал во время воскресной молитвы Папа Римский. Фантифик поприветствовал украинских паломников, которые прибыли в Ватикан по случаю 150-летия канонизации святого Иосафата. В своем обращении Папа Франциск подчеркнул, что присоединяется к молитве о мире для украинской земли в соборе святого Петра, которую проведет глава Украинской греко-каналической церкви, Верховный архиепископ Святослав Шевчук. Охота на полонины. Уже полгода тянется долговой процесс по аренде пастбищ Высокогорной Верховины. Почему правозащитники заявляют, что селян искусственно загнали в долговую яму? И чего на самом деле добиваются их оппоненты? Разбиралась Анна Дучак. 110 гектаров пастбищ семья Кошелюк арендует уже более 30 лет. Ежегодно оплатили 1% от оценочной стоимости земли, как предусмотрено в договоре с сельсоветом. Но в 2014-м Верховная Рада повысила арендную ставку до 3%. Платить по-новому селяне не смогли. Пока протестовали, накопилась задолженность около 40 тысяч гривен. И местная прокуратура стала измать пастбища через суды. В том году уже было 3 случаи, 3 суды, в которых люди, например, взяли. И суд обернул уже с ними договор. Люди заплатили за аренду, а договор у них не поновленный. В начале этого года, после обращения местных депутатов и активистов, парламентарии все же вернули прежнюю арендную ставку. Но для местной прокуратуры это не аргумент. Анна Кошелюк уже полгода отстаивает свои права на аренду пастбищ в судах. Перед началом судебного заседания прокурор вызвал Кошелюк на приватную беседу. Но ее адвокат заявил в присутствии их журналистов. По мнению защитника, такие переговоры это попытка оказать давление на женщину. Прокурор оправдывается. Просто хотел пообщаться. Но Анна убеждает. Прокурор убеждал ее, что вариантов нет. Или заплатить деньги, или землю отберут. А я говорю, что я говорю, у меня нет денег, чтобы платить это. И все. Адвокат убеждает, никаких оснований для того, чтобы лишить Гуцулов пастбищ нет. Просто власть через правоохранителей пытается изъять земли под строительство трассы в Румынию. А потом я знакомлюсь со справой и вижу, что появились какие-то новые документы, которых не было от самого начала. И мне их никто не надавал. Это просто уже подробка, это фальсификация документов. На этом судебном заседании ожидали уже окончательное решение. Но судья постановил дать прокуратуре еще месяц для сбора новых доказательств. И перенес слушание на конец июля. Диана Клочко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканала Интер. Ивано-Франковская область. Вместо кепки казацкая люлька, вместо пальто жупан. В Запорожской области к закону о декоммунизации подошли творческие. В кого здесь превратились сразу несколько ильичей? Давайте посмотрим. В этом казаке с пистолем, саблей, за поясом и люлькой в левой руке с трудом можно узнать бывшего вождя пролетариата. Десятки лет в Новоалексеевке стоял Ленин. Теперь с гордостью говорит председатель сельсовета Пилипп Орлик. Он первый, кто написал Конституцию, которая считается самой демократичной, которая была создана еще раньше, чем американская Конституция. Сергей Дубовик рассказывает, когда встал вопрос о сносе старого памятника, посчитали, что переделать его дешевле. Нашли человека, объяснили ему, как он все сделал. Ну, как, ну, на уровне всего нормально. Работы по перевоплощению длились несколько недель. Сначала убрали лишние детали, а уже потом по портрету воссоздали образ гетмана войска Запорожского. Пришлось немножко работать с молотком, с зубилом, с кувалдой. Не без этого. Памятники делали крепкие. Бетон был отличный. Лишнее убрали, новое сделали. А это соседнее село Лазоватка. Здесь тоже несколько десятилетий стоял Ильич. Теперь Ангел Дианов. Болгарин, который основал это поселение переселенцев с Балкан. Как именно он выглядел, здесь уже никто не помнит. Живы только легенды. Поэтому образ получился собирательный. Мужчина в традиционном болгарском костюме и с бородой. То есть мы должны были подчеркнуть образ мужчины, сильного духом и способного на подвиги, можно так сказать. В целом, шутит сельский голова, декоммунизация прошла спокойно, без шума и акций. У нас бабуси тоже правильные. И никто не приходил, и никто и не сказал. И если памятник Пилипу Орлику официально уже открыт, то болгарину Дианову пока нет. Еще предстоит облагородить территорию и подрихтовать постамент. До конца августа все планируют успеть. Тогда в селе будут отмечать 155-ю годовщину основания. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожская область. Против разрушения исторических зданий сегодня протестовали в Ужгороде. Людей возмущает, что на этой неделе город лишился столетнего здания. Кто его снес, и кто выдал разрешение на уничтожение архитектурного достояния? Выясняла Марина Коваль. От дома по улице Волошина, 47, в Ужгороде осталась лишь большая груда кирпичей. Каким он был, теперь можно увидеть только на фото. Дом построили в 1900 году. В межвоенные годы здесь работал магазин Фунданича. Уникальная вывеска на венгерском языке, лепнина, деревянные ворота с фигурной резьбой. Это все сохранилось до наших дней. Или точнее, до прошлого четверга, когда собственник решил здание снести. Действия предпринимателя возмутили жителей Ужгорода. Ведь дом – это часть исторического подзамкового ареала. Сегодня под разрушенным домом люди провели акцию протеста. На ограждении прикрепили плакаты и цветы. Так прощались с архитектурной историей. Можно было сберечь фасад с этой старой вывеской. И, в принципе, вот эта вся лепнина, ворота красивейшие, которые там были. Это можно было, это нужно было сберечь. Среди активистов и известный ужгородский писатель Андрей Любко. Сколько лет я ховался тут от души, запрошил девчат на побачение. И этого уже не будет. Так он остался только в моей памяти. И мои дети уже его не побачат. Предприниматель, который и снес здание, разговаривать с нами не захотел. Кто это? Меня зовут Марина Коваль. Я журналистка в Лоскор-телеканале Интер. До свидания, извините. В мэрии уверяют, предприниматель имел право разрушить дом. У него были все разрешительные документы. Он реконструирует его. Нет, но он его полностью сруйнувал. Ну, он мог, потому что у него есть дозволь на будильные работы. То есть законодательная база у него есть. А вот в прокуратуре усомнились в законности сноса столетнего здания и открыли уголовное производство. Активисты планируют продолжить акцию протеста завтра на сессии горсовета. Они будут требовать, чтобы чиновники, разрешившие снос дома, были наказаны. Марина Коваль, Юрий Ковылев. Подробности телеканал Интер. Ужгород. Цифровая бомба для России. Вашингтон-Пост опубликовала сенсационную статью. Какую мину распорядился заложить Барак Обама во всемирной паутине? И кто может ее активировать? Дмитрий Анопченко об этом подробнее из Вашингтона. Этот секрет даже в Белом доме знали лишь Барак Обама да несколько его ключевых советников. Но теперь газета, входящая в тройку самых авторитетных в Америке, да Вашингтон-Пост выдала его всей стране. По-видимому, с одобрения экс-президента, либо людей из его ближайшего окружения. Издание пишет, перед тем, как покинуть Белый дом, уже в тот момент, когда было понятно, что выиграл Трамп, и для демократов остались считанные месяцы при власти, Обама решил наказать Москву за вмешательство в американские выборы. На камеру, на своей последней пресс-конференции, он сообщил только о решении выслать три десятка российских дипломатов и заморозить российскую дипломатическую собственность. Но, как оказалось, была еще и секретная часть этого плана. Да, была и тайная часть этих санкций, о которых не говорили публично. Были привлечены ЦРУ, агентство нацбезопасности, киберкомандование США. Им была дана команда найти уязвимые места в российской инфраструктуре и сетях. Идея была создать мину, которую можно было бы задействовать в будущем, если Россия попытается снова вмешаться в американские выборы или, допустим, хакнет нашу энергосистему. По информации газеты, кибероперация стартовала. Вашингтон начал внедрять виртуальное оружие. Технологию, которую можно использовать дистанционно, чтобы одним нажатием кнопки разрушить стратегически важные российские компьютерные сети. Чиновники времен Обамы поведали газете, что эта технология, по сути, цифровая бомба. Задействуют ее лишь в случае резкого обострения отношений между Вашингтоном и Москвой, а решение о ее применении вправе принять только президент. Газета приводит еще много подробностей, но важен сам факт. О столь тщательно скрываемой тайне теперь стало известно. Вот только большой вопрос, доброе ли дело сделали журналисты, выдав государственную тайну. Да, для Дональда Трампа это будет дополнительный козырь на будущих переговорах с Путиным. Ведь управление кибербомбой перешло ему. Но и Москву эта публикация явно заставит принять срочные меры по защите своих сетей. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Израиль собирается урезать финансирование Палестины. По данным спецслужб, автономия поддерживает террористические организации. Насколько оправданы эти подозрения, разбирался Сергей Ауслендер. Поддержку, которую новый американский президент демонстрирует по отношению к Израилю, в Иерусалиме восприняли как руководство к действию. Если раньше Израиль отбивался от своих идеологических противников, то теперь, что называется, перешел в решительное наступление. Первым под удар попало агентство по делам палестинских беженцев Бапор. Израильские власти заявляют, что эта организация не только не решает проблемы беженцев, а лишь усугубляет их, чтобы осваивать гигантские средства. Бюджет Бапор около миллиарда долларов в год, даже чуть больше. Это примерно четвертая часть всего финансирования ООН. При этом количество беженцев не уменьшается за 50 лет существования этой организации, а условия, в которых они живут, по-прежнему остаются очень тяжелыми. В значительной мере именно существование Бапора и его действия не решают проблему палестинских беженцев, а лишь усугубляют ее. Пришло время для того, чтобы ликвидировать Бапор и объединить его с комиссариатом ООН по делам беженцев. Кроме истории с Бапор, израильские власти готовятся принять законопроект, ограничивающий выплаты палестинской автономии. По договоренности между Иерусалимом и Рамалой, все налоги, которые палестинские рабочие платят в израильскую казну во время работы на территории еврейского государства, переводятся властям автономии. А те, как выяснилось, из них платят зарплаты террористам, находящимся в израильских тюрьмах. Зарплаты, кстати, немаленькие. Если срок от 2 до 5 лет, это примерно 700 долларов в месяц, от 10 до 15 лет, около 2000 долларов. Если приговор до 30 лет тюрьмы, то выплаты достигают 12 тысяч шекелей, это примерно 4000 долларов. При этом после освобождения террористы получают одноразовую выплату, ее размер колеблется в зависимости от реального времени, проведенного в тюрьме, плюс различные льготы, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование и тому подобное. Это при том, что средняя зарплата в палестинской автономии около 700 долларов в месяц, в Израиле около 2000. Так вот, законопроект предусматривает сокращение выплат автономии ровно на ту сумму, которую Рамала переводит террористам. А это, как выяснилось, около 7% от всего бюджета автономии. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Асад просит убежище у Меркель. Родственница сирийского президента Башара Асада подала ходатайство о предоставлении статуса беженца. Почему она покинула Сирию, расскажет Татьяна Лагунова. У бежища в Германии просят тысячи сирийских беженцев. И среди них есть даже члены правящего в Сирии клана Асада. Получить статус беженца пытается родственница президента страны. Фатима Масуд Асад, вдова двоюродного брата Башара Асада, уже год живет в приюте для беженцев в немецком городке Варендорф. Она бы и дальше оставалась инкогнито, если бы не ее соотечественники. Сирийские беженцы узнали в соседке родственницу и вдову бывшего военачальника Башара Асада и набросились на нее с кулаками. На место происшествия вызвали полицию, которая установила личность беженки и передала информацию журналистам. А те уже выяснили, что из Сирии Фатима Масуд Асад бежала больше года назад. Якобы из-за того, что после гибели мужа она поссорилась с родственниками и впала в немилость семьи. Что конкретно произошло неизвестно, но по данным СМИ разборки были нешуточными. Сама Фатима была ранена, а ее сын арестован. Власти Германии в убежище Фатиме Масуд Асад отказали. У женщины два паспорта, сирийский и ливанский, то есть теоретически ее могут депортировать в Ливан. Но родственница Башара Асада уезжать из Германии не спешит и уже подала апелляцию на решение миграционной службы. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В британском городе Нью-Кассел автомобиль врезался в группу мусульман. Не менее шести человек получили травмы. Среди пострадавших трое детей. Один мальчик находится сейчас в критическом состоянии. В полиции утверждают, что инцидент с терроризмом не связан. Мусульманская община праздновала окончание священного месяца Рамадан. Очевидцы утверждают, что виновница этого происшествия выезжала с парковки на своем автомобиле и не справилась с управлением. Перед этим она тоже посещала праздничную молитву со своей семьей. Все произошло как раз после молитвы. Мы услышали плач и крики, но не поняли, откуда они доносились. А потом узнали, что женщина наехала на людей. Есть жертвы, некоторые серьезно ранены. Люди были в панике, но полицейские быстро справились с ситуацией и всех успокоили. 10 человек погибли и 60 получили ранения в результате теракта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил сирийский центр мониторинга прав человека. Нападение произошло на рынке в городе Альдана, недалеко от турецкой границы. В толпе взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Среди жертв трое несовершеннолетних. Ответственность за это нападение пока никто на себя не взял. Люди как раз готовились к празднованиям в честь Рамадана. Когда послышался взрыв, оказалось, взорвалась заминированная машина. Погибли люди. Многие прохожие просто уносили с улицы убитых и раненых. Цель теракта уничтожить мирных мусульман. Другого быть не может. И трагический инцидент в Пакистане. В результате пожара в княжестве Бахавал-Пур как минимум 140 человек погибли. Среди пострадавших есть женщины и дети. Все подробности в материале. Эти страшные кадры из Пакистана сегодня облетели весь мир. В результате аварии бензовоза на трассу вылилось около 25 тысяч литров топлива. К месту ДТП поспешили люди из окрестных сел, чтобы собрать разлившийся бензин. Пока точно неизвестно, была это искра от аккумулятора, либо кто-то просто выбросил непотушенную сигарету. Но пожар вспыхнул неожиданно. Число жертв уже превысило 140, сообщают спасатели. Десятки пострадавших находятся в больницах. Княжество Бахавал-Пур расположено на востоке Пакистана, у индийской границы. Преимущественно населено мусульманами. Экономическое состояние региона оставляет желать лучшего. Поэтому местные жители не кнушаются мародерством. Судьба водителя бензовоза до сих пор неизвестна. Турция снова подставила плечо Катару. В Анкаре заявили, что условия прекращения блокады Эмирата противоречат международным законам и нарушают суверенитет страны. Напомню, четыре арабских государства, это Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, через посредничество Кювейта накануне передали дохи список своих требований для восстановления дипломатических отношений. Среди них закрытие турецкой военной базы, прекращение вещания канала Аль-Джазира, а также разрыв контактов с Ираном. На выполнение требований Катару дали 10 дней. Власти страны уже назвали эти условия нереалистичными. Глава турецкого государства Реджеп Ардаган заставил поволноваться своих граждан. Он упал в обморок во время молитвы в мечети. Инцидент произошел в пригороде Стамбула. К Ардагану бросились охранники, его отнесли на носилках. На место прибыли медики. Репортеров к мечети не подпустили. Позднее сам президент сообщил о том, что чувствует себя лучше. По словам турецкого лидера, у него резко повысился уровень сахара в крови и подскочило давление. Почему принц Гарри хочет жить жизнью обычного человека? Когда в Дубае начнут летать беспилотные такси? И кого поженил вице-президент США? Об этом и не только в нашем обзоре. Музыка, которая лечит душу. Чтобы помочь пациентам побыстрее встать на ноги, известные аргентинские музыканты выступили в больнице Альварес в Буэнос-Айресе. Это не первый их концерт. Виртуозы из престижных оркестров совершенно бесплатно играли уже в десяти странах. Они даже создали благотворительную организацию под названием «Музыка для души». Принц Гарри признался, что хотел отказаться от всех титулов и жить обычной жизнью. Однако в итоге он все же решил найти свою собственную роль в королевской семье. Кроме того, в интервью британской газете «Mail on Sandy» он рассказал, что служба в армии стала для него лучшим уходом от действительности. Принц впервые смог почувствовать себя частью команды, самостоятельно добиться чего-нибудь. Именно поэтому Гарри занимается благотворительностью, активно поддерживая раненых солдат и ветеранов. Вице-президент США стал ведущим свадебной церемонии. В Вашингтоне Майк Пенс скрепил брак министра финансов Стивена Мнущина и голливудской актрисы Луис Линтон. На церемонии присутствовали первые лица страны, американский президент Дональд Трамп с супругой, его дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер. На грандиозный банкет, который уже назвали главным светским событием года, пригласили 300 гостей. Итальянская модель, которой плеснули в лицо кислотой, вернулась к работе, чтобы вдохновить всех женщин на противостояние насилию и агрессии. Джессика Натара работает дрессировщицей морских львов в дельфинарии в Ремини. В ужасном нападении подозревается ее бывший возлюбленный, который до сих пор отрицает свою причастность к инциденту. Девушка не сдалась и даже появилась в одном из телешоу. «Это не любовь. Я хочу, чтобы ты увидел, что сделал», — решилась сказать Джессика Натара, обращаясь к экс-бейфренду. Первое в мире летающее такси появится в Дубае. Новый воздушный транспорт напоминает вертолет, но на самом деле это уникальный дрон-беспилотник, который сможет летать при любых погодных условиях. Первый тестовый полет прошел успешно. Уже сейчас такой транспорт может находиться в воздухе в течение 30 минут и развивать максимальную скорость до 160 км в час. Немецкие изобретатели намерены продвигать свое детище по всему миру, чтобы решить проблемы на дорогах. Польский инженер создал робота из картошки. К коренеплоду изобретатель Марек Бачинский подключил суперконденсатор для накопления энергии, а также двигатель и колеса. Кроме того, беспилотник получил панель управления, чтобы самостоятельно выбирать направление движения. Некоторые детали для этой модели были напечатаны на 3D-принтере. В результате робот способен самостоятельно проезжать 8 сантиметров каждые 15 минут. И это не предел, уверяет разработчик. В Калифорнии неаполитанский мастиф выиграл конкурс «Самая некрасивая собака». В этом соревновании, как правило, участвуют животные, взятые из приютов. Марта – бывшая собака-спасатель. Из-за плохого содержания животное почти ослепло, но после нескольких операций зрение восстановилось. В финал конкурса вышли еще 13 претендентов, но Марта сразу же стала любимицей публики и судей. Теперь хозяйка собаки Ширли Зиндлер получит приз – 1500 долларов и отправится со своим питомцем в Нью-Йорк для участия в телешоу. И я напомню, что в пятницу завершился визит Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки и Европу. Чего удалось добиться президенту? Кто из ведущих американских политиков посетит Киев уже этим летом? Ответы на все вопросы сразу после нашего выпуска смотрите интервью Петра Порошенко украинским телеканалом. Это все новости на сегодня. Хорошего вам воскресного вечера, легкой недели и до встречи!